доброе утро друзья вы на моем канале вы на канале с аленой вы на канале с психологом и сегодня мы с вами говорим про управление гневом посмотрите видео про тревогу про агрессию про страхи это все актуальная информация которая позволит вам в минуты в секунды решить то как реагировать на события мы помним что у нас есть огромная палитра друзья чувств от гнева до тоски от страха до стресса и все это может приводить вас к чувству или к действию мы помним что когда возникает какое-то непреодолимое чувство на фоне этого чувства на фоне под этим действием мы можем дать тот или иной результат создать тот или иной результат кто-то создает какие-то какие-то вообще моменты которые абсолютно абсолютно не важны и не нужны в жизни человека что это значит когда я научился понимать где моя тревога где моя агрессия где мой страх где мой стресс я могу это все выражать давайте вернемся к гневу к агрессии на гневе что я могу сделать я могу что-то разбить я могу закрыть бизнес я могу заняться самоповреждениями я могу разнести другого что я могу я не знаю что можете вы я перечисляю варианты которые я слышу от своих клиентов очень часто можете дописать можете повысить вот это вот вот этот уровень и можете можете действительно что-то такое создать что будет вас намного намного продвигать вперед это очень очень важная история которая настолько сильно будет задействована насколько это реально насколько это возможно поехали дальше если вы научились понимать что вы делаете со своим гневом на постоянной основе то ваша задача создать альтернативу то есть если я понимаю что я залюсь ужасно я обычно там бью кулаком или там разбиваю телефон или звоню своему мужу говорю ах ты как ты не во время или там еще что-то это то что всплывает у вас в памяти и становится вашей реальностью так вот как же этого избежать как же создать те условия в которых вы будете совершенно совершенно по-другому мыслить по совершенно по-другому себя чувствовать у нас есть реакция она очень очень быстрая и если вы реактор такой быстрый да то соответственно получится процесс который вас может очень сильно вам усиленно может повредить что это значит я реагирую критикой либо я реагирую стрессом либо я реагирую страхом на те или иные события я реагирую тревогой или я реагирую гневом и под этим чувством я делаю вот это вот это у вас есть ровно пять секунд для того чтобы изменить свое действие и в эти пять секунд вы должны научиться делать себе рапорт взять себя за руку и переключить например свои мысли на то что теперь я делаю вот это вот это теперь я делаю вот так то есть человек например гневался выходил закуривал да и в этот момент берете за руку вспоминает что теперь мне нужно попить воды то есть вот это действие дает возможность мозгу например, переключиться на другое действие, это очень важно, и выучить это сразу невозможно, это можно сделать в практике, несколько раз не получилось, все в порядке, 5-10 раз не получилось, главное продолжать, сегодня не получилось, завтра будет лучше, обязательно, следующий момент, как управлять гневом в моменте, вы чувствуете, что вас срывает, а вы сидите на совещании, или вы сидите в какой-то компании, обязательно дайте себе физику, что это значит, дайте себе физику, ногой можете прижать другую ногу, можете взять листок и очень сильно рисовать на нем так, ну, а как бы незаметно стараться, чтобы вся ваша сила уходила в какой-то непонятный рисунок, это важно в этот момент, потому что вы можете вспыхнуть, а можете это медленно-медленно, как дымок сливать, это очень важно, следующий момент, который, на который нужно обращать, обязательно нужно обращать внимание, друзья, это момент того, как вы реагируете, на что вы реагируете, и как вы будете дальше действовать, например, если вы знаете о себе, что ваш гнев выходит в какую-то драку, или в какую-то проигрыш, вы что-то делаете, вам нужен заранее план того, как вы будете справляться с какой-либо ситуацией, что это значит? Когда я знаю о себе, что я в бешенстве, и я привык, например, курить или звонить кому-то, или кого-то вообще бить, соответственно, ну, я надеюсь, меня смотрят приличные люди, да, надеюсь, очень важно для себя иметь в айфоне, или где вы там заметки делаете, о том, что я могу сейчас сделать, выпить молочного коктейля, отвлечься, могу сейчас пройтись, могу послушать музыку, могу сейчас пробежку сделать, что я могу сделать, как я могу сам себе прямо сейчас помочь, что я могу создать, и это про ваш комфорт, и этот лист обязательно носить с собой где-то при себе держать, потому что когда у вас случается в моменте, вы уже не помните, вы уже хотите делать что-то другое, вы уже создаете что-то другое, это очень важно. И еще один последний момент, на который вы должны обращать внимание, это работа с внутренним критиком, об этом я отдельно сниму видео, если не получилось раз, если не получилось два, если что-то идет не так, если что-то, это нормально, это нормально. И дальше ваша задача это работать с тем, с целеполаганием, что это значит, это я даю себе обязательства, или я даю себе возможность ошибаться, и когда я ошибаюсь в моих ошибках, на моих ошибках, и строится моя реальность. Это тоже очень-очень важно. Надеюсь, это видео было вам полезным, вы отметите его комментарием, напишите, какие у вас привычные есть способы, и что вы будете делать, и возможно напишите о том, работали ли вы с психологом, не работали ли вы с психологом, какой у вас опыт, это только вам поможет. Пишите комментарии, до новых встреч.